Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналий. Сегодня у нас очередное видео по обновлению StarStableOnline. Посмотрим, какие новые масти были добавлены в игру, что за снежный гоблин появился в сугробах, какие зимние испытания принесла нам зима, а также поговорим об изменении снежиночного курса валют, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее и лежите в лайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество StarStableOnline Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большущее количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка StarRider, Life'а и донатной валюты StarCoins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца, переходив в данную группу по ссылке в описании. Зимняя деревня все еще нас радует своим волшебством и снегом, который мы можем для нее находить и таким образом добавляя магию. Давайте начнем с самого маленького и постепенно вернемся к более большему. Во-первых, у нас изменили курс валют на снежинке. Теперь одна снежинка дает 3 очка зимнего волшебства, так как до этого одна снежинка равнялась одному такому очку, что не может не радовать. Поэтому прокачка уровней сейчас стала намного быстрее. И совет на следующий год. Я надеюсь, что разработчики не поменяют данную систему, поэтому не будьте сумасшедшими людьми. Отдохните немножко и потом, когда добавят все бонусы по сбору, собирайте все эти снежинки. Мне очень жалко тех людей, кто собрал все 18 тысяч снежинок в первые две недели. Я вообще считаю очень несправедливо добавлять такие бонусы лишь с третьей недели ивента. Итак, что же в сугробах? О сугробах нам вместо снежинок у таких вот может ждать снежный гоблин, который дает нам тоже некую награду. Шанс найти его достаточно невелик, но иногда везет и он может попадаться почти в каждом сугробе. Не помню точно, сколько дает он волшебства, но помню, что награда у него приятная. Так, и по поводу неких заданий. Раньше при прокачке вот этого зимнего волшебства у вас могли открываться некие задания. Вот, кстати, за сегодняшний заход я сразу повысила два уровня. Некие задания, вот такие вот желтенькие. Новый пункт в коллекции зимнего волшебства. По-моему, данные как раз промежутки и открывают вам задания для ежедневных зимних испытаний, которые дают вам очень хорошую награду. За выполнение каждого такого испытания вы получаете 100 единиц зимнего волшебства, 100 очков опыта для вашей лошади и 50 шиллингов. Значит, за один такой заход в игру вы можете получить 300 единиц зимнего волшебства, 300 очков опыта лошади и 150 шиллингов Юровика, что не может не радовать. Очень приятный бонус, поэтому действительно сейчас можно просто засесть на один день в ССО, быстренько все бегать, собирать, и таким образом очень легко и просто докопить до 18 тысяч снежинок зимнего волшебства, точнее. Кстати, вот снежный гоблин, мы его должны догнать, и он нам тоже дает некое количество опыта, но я не могу сказать точно сколько, потому что тут так быстро растут цифры в этой шкале, что и не успеваешь. Итак, ну а теперь давайте же отправимся к самому важному, самому приятному добавлению в этом обновлении, это новые масти на двух лошадок, новый Шайр и новый Исландец. Я прям сдерживалась с самого дня обновления, чтобы не купить их без вашего участия, поэтому да, обязательно ждите видео на каждую лошадку по отдельности, где точно будет их покупочка, потому что разработчики выпустили две стрелы Купидона в мое сердце с этими мастями на вот этого серого яблока Шайра. Просто посмотрите на текстуру на этих яблок, он прекрасен, воистину шикарный конь. И вот такая вот исландская лошадка, такой вот нежно-рыженький, с подпаленными, с саловой гривой и хвостом, да еще и с носочками и чулочками, ну и конечно же отметины на моське с розовым носиком. Прям просто комбо мимимишности и милашности. Исландец стоит 950 старкоинцев, а Шайр 900 старкоинцев. И не переживайте, если не можете их купить в течение зимнего ивента с зимней деревни, так как эти лошадки будут добавлены в игру навсегда, и после окончания ивента просто перенесены в каталог своих же пород. То бишь данного Шайра вы сможете купить на ферме Стива, а исландскую лошадку на окраине Нью-Хилкорста. Поэтому не расстраивайтесь, их не убирают с концом зимы. Ну а также еще маленькие приятности вдобавок с этими лошадками. Нам добавили два новых зимних комплекта, которые продаются в бутике Морозная коллекция. Это вот такой вот коричневый, прям насыщенно шоколадный сет под названием Скандишик. И второй сет, который называется сет практичной путешественницы. Очень мне они нравятся. Я правда не все скупила, но вот, к примеру, седло и уздечка шоколадного цвета меня не оставили равнодушным. В этих комплектах есть и куртки, и штанишки, шапка варышки, седло и уздечка, вольтрап, сумка и нагавки. Ну или же бинты. Очень хорошие сеты, мне они прям нравятся. Текстуры самые лучшие, самые последние. Жалко, опять же, что в вольтрапы были добавлены исключительно новоконкурные разработчики. Опять же вопрос, где у нас универсальный вольтрап, который доступен абсолютно всем лошадям любого поколения. В магазине за зимние жетоны никаких обновлений и дополнений не было. Но ведь это еще не все. На следующей неделе нас ждет искрометный конкур от Искринки. Нужно будет попробовать сказать это с короговоркой пять раз. Желают нам уютные недели разработчики. Да и, кстати, до конца этого года, по идее, я уверена, что на следующей неделе, так как на следующий день, в воскресенье, у нас уже Новый год, чему я очень никак не могу поверить, что вот уже и закончился этот 2023 год в Star Stable Online, нам должны добавить зимнюю вечеринку и два сета одежды, которые мы видим ежедневно, заходя в игру, на экране загрузки. На Арктике как раз именно эти два сета, в которых входят два комплекта одежды, а также два комплекта, по-моему, амуниции. Нам должны завести один как раз с Арта и еще один, который нам показали разработчики в таких официальных, скажем так, спойлерах. Вот так что вот такие вот новости. Я лично безумно жду последней недели, чтобы закупиться вещами. За жетоны, может быть, что-то добавят я на это, надеюсь. Ну или просто вещами за старкоинсами. И, кстати, хочу, прежде чем заканчивать это видео, дать очень хороший совет для всех игроков, у которых есть девятый уровень. Или, допустим, его нету, но у вас сейчас есть старайдер, либо за кот, либо оплаченный. Докачайтесь до девятого уровня, не пожалейтесь сил, потому что на девятом уровне вам откроется возможность покупать очень много хороших вещей, либо за шиллинги, либо за СК, а также в обмен за зимние жетоны в зимней деревне. Поэтому бегом качаемся, поднимаем свой левел до девятого и забираем вещи хотя бы за зимние жетоны, которые вам очень сильно понравятся, или же которые просто понадобятся в будущем. Вот такой вот советик я хочу вам дать, и потому что когда-то я лично сама ему следовала. Итак, ну а на этом все, видео подошло к концу, спасибо, что посмотрели его. Ну а на этом все, и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео.